Книга «Открытым оком», 14 том. Тема «Монашество». Вопрос 2825. Неужели сидящим в затворе не приходила мысль о том, что больше от него было бы пользы для других, если бы он благовествовал миру, а не сидел в пещере? И если такие мысли приходили, то почему же они не притворили их в действие? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Все подобные мысли сразу же приписывались не просто к человеческим отклонениям, а считались прямым внушением демона. Вот почему демоническое наставление запечатать благовестие монашество восприняло как от Бога, а не наоборот. У них все было вверх тормашками, они свет ненавидели, а тьму почитали. Отечник Игнатия Брянчанинова. Приходит из дома слуга к отшельнику Петру и говорит ему. Страница 458. Рассуди сам, здраво, что приятнее Богу? Игнатия Брянчанинова. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». «Сам знаешь, как много в народе нашим заблуждающихся во тьме страстей и нуждающихся в лице, могущим привести их к покаянию. Тебе уготовится великое воздаяние от Бога, если ты, господин мой, придешь и обратишь их к Богу». «Кавычки закрыты». «Когда же демон так говорил это, и многое этому подобное, святой начал несколько колебаться в душе». «Кавычки закрыты». Второе послание к Коринфянам. Вторая глава, одиннадцатый стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Исайя, пятая глава, двадцатый стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Евангелие от Иоанна, третья глава, девятнадцатый стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Бессовестность — примета наших дней. Неудивляюще, в шок не повергает. И лжет немытый светом жадный лиходей, доход пройдохом скупленных регалий. Куда ни глянь, однообразие зла. Содом плодит помешанных ублюдков. Порно походливое бешенство козла. Жрут цвет клубнички, разбавляя клюквой. «Без совести, без голоса в душе, не слышат небо, глухи и к земному. Любое обличение пропустят меж ушей. Закон не справится никак с козявкой-гномом». О совести Адольф сказал когда-то, мол, это выдумка презреннейших жидов. Но коммунист походливо поддакнул, им подражать и террорист готов. Нам через совесть доступ к небесам, умение слышать неземные речи. Дух Божий совесть в книгу записал, и Библией святую совесть лечит. Бессовестные дети и развратны, скатоподобны в выродке неверия. Стучат пророки днем к нам многократно, и ночью долбят по закрытой двери. Сам Иисус не может достучаться до совести, до сердца сердцевины. И потому вломились к нам несчастья, и потому мы все в грехе повинны. Лишь на молитве шанс один из ста пробиться к совести, закованной в гробницы. С раскаянием припасть к ногам Христа. Ключ к совести в его руке хранится. По совести, по правде всем на диво. С утра до вечера и снова до утра. Крепиться, выстоять, как роза над крапивой. Все, что без совести, химера и мираж. 9 ноября, 2005 год. Игнатий Лапкин.